привет друзья меня зовут оля и я перевозчик говорят таксисты самые осведомленные во всех сферах люди это лучшие политологи лучшие вирусологи и самые крутые специалисты в области нефти таксистом как и барменам доверяют все самые сокровенные тайны поэтому я решила переквалифицироваться и теперь я таксист и не просто таксист а таксист перевозчик а перевозить я буду ценный груз или отягощающий решать дорогие друзья только вам сегодня я подвезу народного депутата украины бывшего журналиста хотя бы журналистов не бывает бывшего владельца акции телеканала 1 плюс 1 хотя тоже бывших владельцев акций телеканала плюс один плюс один не бывает бывшего медиа киллера и нынешнего слугу народа хайпового бородача александра дубинского поехали девушка а вы и узнаете это известный блогер ну что я водитель мы не работали хорош это не моё я не знаю это не моя дети нашли ты знаешь что у нас простой удаст таксистов оплачивается законопроектами хорошими значит для того чтобы плачут простое нужно получить лицензию таксистов он началось началось а это все у нас узаконено все нормально а я же не знаю вы же таксист не я пусть вы же нужно с этим разбираться узаконено у вас не узаконено я надеюсь что узаконено да да не вообще в принципе такси нет но я думаю что это было бы такая очередную очередную дорогу в стену если бы наступив партии вам даже хотели у вас в партии если честно какая-то такая вот каждый раз что такое интересное хотят ли голосовать например по поводу игровых автоматов голосовал не голосовал почему я не почему я не считаю что горный бизнес это сейчас такой пиздец актуальный вопрос который беспокоится украина но есть куда более важные вещи а мы зачем-то тратим две недели тратим двинник они вправе извини у нас так государстве управления нихуя провинение леви хуйня побежали у нас же во власти сейчас разве нет а объясняю вот это все вот это понимаешь все у нас за то что никто вообще среди людей не понимает что такое власть я однородный депутат у меня в мои функции ограничены только отправкой запросов изучением законов на проекте изучением законов и голосованием за ним зале верховной рады все но еще могу вас порошкодный доступ маток держал об установке при стороне все какая власть вас это кабмин вас это президент вас это генеральный прокурор вас это глава из группы представительская функция у меня вопрос как из медиакиллера стать народным депутатом это не не опуститься ниже по ступеньке ты сначала их мочил теперь ты пришел я всегда себя считал интеллигентным молодым человеком хорошим журналистам никогда никого не киньерин просто у нас и патентная журналистика поэтому вот эти все люди которые называются журналисты в большинстве своих они вообще даже трех слов связать не могут расследование сделать никакой не могут в принципе не способны ничего создать качественного такого чтобы кого-то заделали и зрителя и фигуранты расследования поэтому они не могут ничего не патент не показывать а когда-то пока что такое это киверс дайвиски не показывал нет мне не помню а дубинский почти не путай дубинский же ведущим программу журналистам программы брошенка никогда не было хорошо журналисты программа брали деньги за программу мощи замочила ваят тех кого мочили на очень-очень у нас такая суть программа да у нас стране большой спрос на справедливость очень хватят люди чтобы наконец-то настигла справедливость того гендяя который пришел спиздил землю спиздил завод принял под себя какой-то закон там да вот чтобы как-то выебали никто его не может выиграть да смотри генеральная прокуратура порошенко не может посадить а хвоер порошенко не может не может порошенко не то не сегодня давать его хоть вы в этом функции в нашей стране а как хорошо это плохо теперь это делать такая страна кому теперь это делать что выебать порошенко вы же обещали что сажать буду давай так вот час вот я ушел из журналистики перешел в парламент работать мы можем значит перешел парламент работать ебать порошенко стола нет посередине эту хуйню да это постная стойка можно же законодательно это делать законодательно нельзя никому ебать дальше это правило но ты же любят проблему в том что вы же не понимаете что такое законодательное что только исполнить так я туда еду на и потому что не понимаешь но тебе жить живы ты станешь должна знать у зашутки аж добитского закона в кого-то ебать можно ебать с помощью волна процессуального нормы которого применяет следователь для расследования преступлений дальше прокуратура выписывает подозрение либо из это нас полиция нас полиция из бул из булок все ебать можно с помощью средствами порно-воследственное действие законы они с помощью голосования врать мы ушли от закона по игровому бизнесу не голосовал не голоса я вас я где-то слышала что дубинский игроман это неправда не это прошу я прошу да я вообще не заканчиваю дубинский шарьем уже дружит а мы не дружим мы не ссоримся вы когда-то даже перепащивали что-то там него есть я напащиваю что-то что он пишет перепащивал но мне кажется последнее время он как-то стал слишком он себе раньше не позволял грубость что формулирование каких-то месседжей президент обидно тут дело в чем я же команде все-таки в слуге народу да и критиковать человека который это создал в такой грубой форме если по делу окей если не по делу что не по делу а не жалеешь что пошел вот мне кажется вот надо было дубинскому надо было пойти как-то так чтобы заявить о себе я не знаю я не могу даже сформулировать это вопрос а вопрос в том что не стоили командой пошел точнее стоили команды пошел что это мне жалеешь окей все нормально 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 нормальности конкретных людей вопрос нормальности делаю видео я нормально но есть проблему со стратегией есть проблемы с реализацией под выборных обещаний он может для того и пошли для того чтобы давать им валидовать и влево вправо пытаться сбежать от обещания вот я спросил кстати про шилья и про кто какого-нибудь по отношению к президенту селедку я считаю что это проблема в первую очередь министра мвд это проблема прежде всего сейчас служба которая должна бороться с террористическими проявлениями а групповые политические нападения это департамент защиты государства ну то есть можно отрисовать эти вещи все-таки в мвд и в сбу а президенту в последнюю очередь не отличается а вот это просто убило расшаркивание перед шабуниным которая вообще не санкционированная об кому-то мы даже не выходит я не знаю что я же понимаю так что это кто-то пишет и предлагает улечка чисто нежный положено но ты ты находишься на каком большом посту тебя такая большая куча проблем не сложно представить что не было еще время выписывать тексты это тогда не надо мягче он согласовывает он же понимаешь моря это читает на просто себе когда у тебя такой вау ты можешь просто ты должен быть очень качественное совете по пиару и мосмедиа которые эти риски отглавливают у меня адвокат татьяна костина мы с ней садимся разбираем это всегда публичные месседжи какие-то действия смотрим на риски которые эти действия привлекут за собой это очень важная история что это силу пишешь прошу будет мы нарабатываем эту историю очень просто спарринге хорошо окей а другие активисты а когда остальных били и что-то с ними делали не надо было писать надо а если не надо было причем они писали если надо было причем еще спешим только прошу много вопросов возникло к этому последую что президент уже пора попрощаться с теми люди которые у него занимаются масс-медиа кириллу тимошенко и же с ними вот он там ездит дороги открывает пусть туда едет бред и не приезжает киеве не занимается москве а пресс-секретарь президента которые надо подарить я не лезу вопросы внешнего вида это понятно других людей мне вообще абсолютно а своего своего в чем сейчас одет саша да мир дома это бренд такой мало популярный малоизвестный цена вопроса небольшая небольшая а санахантом зачем устроил истерику она прикрыть хотела ли скидку большую выпросить ну вот это же не пиар история абсолютно для народного депутата по поводу санаханта по 10 долларов завозят брендовые шмутки которые стоят полторы тысячи но это не пиар история для нашего народа у которого простая история эта история про то как конкретно таможня я просто политически ответственно за киевскую область свяжу за всеми силовыми структурами как бы за то что они не были давали не занимались блядске когда вот например а у меня нет да это вообще ничего переодеваешься специально да 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 украинский нишевый бренд и сестра сарома рекламирую с тобой хорошо блять два очки так пулять попал шанель попал попался вот сюда не стоит реальность евро 300 где-то гримин перистана гримин признительный смотри посмотрим вот я не люблю куда пиздят страшно на них наступил ребенок номерные все как положено все настоящие стеклышки все все крайне так значит ну евро 300 люди стоят в этот момент мне кажется мы поменялись местами это не сложный вопрос а делать его пытаясь не поняла 300 евро допустим а в италии они были стоили 200 то есть по идее даже заехать в украину 250 евро плюс 10 процентов пошли и плюс ндс то есть примерно 50 60 25 плюс 50 5 тема мэрица 325 не прям значит 325 евро у тебя должна быть цена 325 розничный из которых 75 евро в бюджет налогами ну а у тебя получилось что ты завезла их по 10 долларов бюджет заплатила два ну то есть наиболы бюджет на 73 долларов это хорошо или плохо? ну наверно плохо, но у нас это же... тебе их продали все равно, тебе все равно продали за 320 это же не так массово и не так ужасно это очень массово, это очень массово потому что сумма большая смотри тысячи очков это уже 75 тысяч евро то есть Саша Дубинский не делает покупки в Санаханте никогда я там в жизни не а его кстати уже прикрыли, насколько я понимаю, да? я не знаю, прикрыли его не прикрыли, я тебе говорю о том, что вот в дом бутике Санахан, который находится на Варушевской, никогда не был я просто пытаюсь это чуть-чуть, я не шарю, я не шарю в бренд новых шмотках, но я еду а, это не бренд, это было бы... я же, я не совсем пошарю а мы вторые трешки посмотрим нет, это вообще... да не надо, ничего такого нету, господи у меня муж работает на правах реклам, в магазин канале, знаешь, что такое? да, да приходи, скидку сделаю так вот, и я вот, мы с его сотрудниками меня не хотят пропускать сидели, рассматривали Сашу Дубинского, который пришел в Раду в каких-то сандалях и в шортах и подумали, ну вот раньше были депутаты, которые хорошо покупали дорогие костюмы а теперь пришел Саша Дубинский, который ходит в шортах и в сандалях в Раду смотри, это не шорт ну что это за такой бомб-стайл у депутатов? это не шорт смотри во-первых, а Мовитон ходит с открытыми пальцами для мужчин у меня пальцы закрыты закрыты а я не прям Мовитон, я о том, что ну почему почему стало у моего мужа уже меньше работы мне так нравится мне так нравится у меня, кстати, дорогие костюмы тоже есть да? да, ну я их шью и не покупаю в каналах, в Зеньях и в остальных комбинах не, ну не я шью понятно ну, а что насчет зеленого кубика? а что с ними взять? ну я знаю, что Саша любит скорость или только мама любит скорость? да, мама не любит скорость, мама не одного штаба а вот у Саши 11 висит на конец месяца да? насчет того, что кубик зеленый на самом деле по документам черность так это пленка в чем проблема? я тоже хочу, хочу розовую пленку да, ну ты можешь сделать смотри, вообще никаких проблем ты делаешь пленка, если у тебя в проемы ведь даже внутри машины остается в заводском окрасе а это все а это все а я бы пишу просто, который машин просто нет да, да такие тоже хочу туда, розовый ну вот красиво а зеленый это в честь за команды, да? ну да, значит есть такой выпуск кубиков Crazy Colors называется ааа там красный, желтый, зеленый, по-моему оранжевый ну такой цвет, который не пойми как он называется порочи между кирпичным и и оранжевым вот мне нравится зеленый ну прикольно тем не то есть если я сделаю розовый это правда будет нормально я думаю то я не хочу шумей скажем что я хотел такую машину не хотел розовый правда ну понятно если у него правда это такое поюта я листу к большая но такой старый и люди которые являются депутатами министрами если они сработали но то есть саша дубинского часто штрафуют а это нормально я 50 процентов штрафов моих 50 процентов штраф водителей так я им ребятам сказал ребят смотрите если бывают штрафы я потом в конце месяца они приходят а потом я их собираю мне все-таки несколько машин я со всех машинок собирают поток хочу даже не на одной машине все штрафы у меня так удобно бегать каждый раз гладить я там ниже за прям не боишься мне вообще женщин не бойки не бойки хорошо хоть так как остальные знаешь боятся а чё ханчаренко а чё ханчаренко что уже с ханчаренко поговаривайся женщина а кстати что вы думаете по поводу гей парада в Киеве что про него зима нормально как бы смотри мне в принципе все равно кто кого ебёт и как по поводу одежды и машин я просто не очень приветствую демонстрацию этих пристрастий то в принципе неприличным же считается когда мужчина женщина целуется в засос условно на эскалаторе метро да там излишне проявляет там переходя к грани общественных приличных так и ходить трясти с голой жопой волосатой тоже не очень прикольно потому что ну это лишнее хотите ебаться ебитесь но не надо ходить по улице поэтому мы ебёмся в жопу ура ну хуйня какая ну нас же призывают быть толерантными убрать темно и по домам у себя будьте в гостинице будьте в машине мы можем эту позицию как основную позицию команды взять за основу или нет дебюта мажоритарщик имею право на собственном вот кстати депутат мажоритарщик который натянул каноненко правильно а для тебя был на округе романюк правильно да у меня был очень интересный разговор с романиком это человек который сказал а что я им перед выборами кучу грантов на совал они их не освоили и теперь у меня вопрос чего это делал для людей дубинске до выборов и что это нас на газе наш украинский эконом на браке очки шанель подделка услышали я тебя умоляю ну ты сидишь работаешь такси ждешь таких как дубинске по два часа а почему я можно вопрос чем покупаешь подняли очки шанель скотца ну нахуя да не покупаю я ничего нет какой-то момент меня начал интервьюривать дубинске а я его правильно да я просто задаю вопрос у меня всегда интересные люди которые покупают то что не могут тебе позволить а подарили мне очки и все то есть таки настоящие таки не знаю подарил кто то начинается морозится нехорошо я просто это боюсь там даже заводская пленка я хотела сдать по этому гарантии но не получилось поцарапало там все а что ты сейчас ищешь в общем что-то брендовое а я специально ничего не надела это не мое я не знаю это не моя дети это сказал просто мама машина подарила на маму меня богатая женщина не могу понять чего вас это беспокоит меня не беспокоит я думаю что так примерно тысяч больше ста она не хочет меня усыновить я прошу прощения почему я хочу доченькой быть еще а когда удочерить слово можно применить ой 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 точно боже я мало ли думаю что то ему я не знаю что это будет боже какой кошмар я задумалась не надо газ выключить а он не выключается что делать мы сейчас пересядем к моему а саша дубинский не хочет показать как он ездит заведем обычный я не хочу ездить а правда если честно это чужая машина я не знаю мне обидно честно я собирала хорошо паркуйся на полосе общественного транспорта я собирала я последние денюшки давай давай поменяемся я тебя попробую чтобы как это сказать чтобы шукануть чтобы показать что я крута давай еще на монографе за ним конфликтовать тут нарушенки тебе нельзя нарушение нельзя я скажу дубинский был за руку нет дубинский я бы не был не был вот здесь за остановкой сможешь остановиться так скажет товарищ не мешая выездю транспорта общественного дальше все меняемся точно мокренько мокренько место к нашему но я не буду даже ничего менять настроить да не можно поменять мне ничего не смущает я все вижу сижу высоко ложу далеко я тебе знаешь для чего это все делает что потом всем рассказывать что меня не ну началось а потом штрафы я буду мне будут выписывать не не ну это сильно быстро я не мама я не люблю скорость нам они маму не запрещать люди не запрещают запрещают бывает а у меня наклеечка они по-моему уже для камер ничего а ты не признавайся у тебя же потом нарушение всего наклеечки вот эти ваши а компакт диска нет а что это нет знаешь что раньше было много я просто уже думаю что это да зеленый кубик у меня будет смотри вполне может быть она минут 9 года но зачем тебе нужно не знаю правда покомфортнее побольше поприятнее только так пантово скажи мне пожалуйста как ютуб канал идет с элементным успехом потому что я честно говоря в последнее время очень сильно устаю из-за объема загрузки который у меня есть вечером приезжаю и у меня уже нет сил с этим взором просто уже монетизация есть? деньги зарабатываешь? нет она там какая то есть я даже что-то в декорацию записал по-моему у меня за прошлый год 16 тысяч долларов получилась история о том что ютуб понизирует как сумасшедший бар хуйня плотная значит у меня 4 тысячи долларов ну 16 тысяч долларов за прошлый год ого так нормально а я из декорацию ну точно не помню эту сумму но я все у него с декорацией я сейчас перестал вообще морочиться темой монетизации с момента как избрался у меня там получается где-то 300 долларов в месяц ну то есть я боюсь что я даже не дойду до пороговой суммы ну сам что тоже не жаляешь денег на ютуб правильно? в смысле я не рекламирую вообще ничего а как это не рекламирую? у меня есть последняя пара роликов которые в Киеве скориншот где я смотрю Дубинского канал Дубинского и мне вылазит реклама канала Дубинского это последняя пара роликов которые по Киеву мы записывали потому что когда мы начали записывать ролики про то как Кличко вороватый криворукий мор они начали вкладывать огромные бабки в диспроектацию там моей компании снимают что показывают что я на велосипеде приехал на Брады или там на Гелике вышел с Гелика сел на велик нет я проехал 16 км от Позняков до Южного моста через Южный мост потом проехал через Домобили аж на Ветолстого метро выйдут но конечно приехал на Позняки на елике вывезу велик проехал здесь маршрут на авиатолстого заводил обратную машину мне интересно не обиделся когда Саша Дубинский не обиделся когда Верещук объявили кандидатом и как сказал Зеленский самым красивым самым симпатичным это уже хорошо говорит о президенте если он традиционный а Коле Тищенко это не понравилось я видела он сказал я тихо 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 не уделяю время политичным там есть кому за ним следить так у меня 250 человек они за каждым следить они взрослые они взрослые попадаются не обиделся я никогда не обижаюсь это же вопрос понятно что знал правильно уже недели за две знали мы все что буду не я они уже за две недели сообщили всем что будет Верещук имею ввиду рахами у корниенко из офиса президента так значит слушал никто не сопротивлялся этому выбору вот но я просто хочу напомнить когда начинается подниматься вопрос по поводу да туда сюда 6 таки 1 у меня у нас был политич потом его папа каждый человек имеет право это развивать на целях снимать любые видео значит потом после коля Тищенко был Витя лишь был он так был он же сказал потом передумал он почти был потом появился Кричура потом появился Дубинский потом появилась еще это уже такой процесс выбора кандидатов которые уже я уже не знаю это кандидат или это очередной номер на замену я спокойно как-то но хочется пойдешь или вообще не имеешь права все имеем право делать все я свободный человек живущий по конституции береза заявил извини что он идет в мэры у меня в эфире между прочим в смысле второе место после кличка а кто взял в прошлом на прошлом был кличка сейчас будет чистая техника он просто очень сильно говорил какой отвратительный ужасный фу начнется компания будет торпедировать его конкурент вот и будет доступ хорошо верещу как тот кандидат который достойно от слуги народа пройти я же не оцениваю выбор слуги народа сделано моя задача с другом для себя я вижу моя задача в том чтобы они эти выборы тебя не подслили под кличко ну из разряда типа мы выбрали кандидата теперь вести не будем компанию не получится из разряда мы сейчас начнем компанию но делать компанию будем так чтобы кличка не обидеть машинам потом с ним тоже не получится ну мы даже для себя наконец-то понять мы признаем что мы с кличко союзники и разделяем за него ответственно за весь этот беспредел за комарницких за нейконовых за черновецких за все вот это вот разделяем с ним ответственность то да мы с ним партнера надо открыто сказать не пустить его своего народа нахуй на это возьми тратить деньги вот это ресурс людей а если не правила то речь надо бороться бороться надо по-настоящему они ну то есть короче играть в шашки а не в Чапаево или в поддавки тем более то сейчас я понимаю что а ну подожди а закон о столице я вообще честно говоря я думала так что проголосует закон о столице Рада и верещук естественно не выиграет выбор но это все мы прекрасно понимаем и она будет смотрящей за столицей потом от партии правильно я вообще категорически не согласен киевлянин с идеей о разделении полномочий главы киевгородминистрации и мэра ну типа главу киевгородминистрации нам как главу районной администрации назначим губернатора назначим от офиса президента ну честно говоря но при всем при том это все честно ремешка попахивает хуйней потому что ну таким образом киевлян лишают права на местное самоуправление так ничего не только киевлян вообще в принципе только по киеву предусмотрена такая процедура это глава администрации и мэр это разделенная должность его администрации назначается генерал-петровский что же есть и мэр губернатор я вспомнила просто про филот смотри мэр и киевская державная миска администрация да губернатор это про область а все понятно то есть тут будет три три ветки власть нет будет мэр и глава города администрации ну короче президент и кабинет закон голосовать не будешь а столице потому что мне не нравится ну то есть когда забирают право на местное самоуправление самого крупного города в стране и столице это неправильно какие шансы у за команды вообще по мэрских выборах в днепропетровск харьков в днепропетровск выиграем дай жалкого алкоголика филатов я сейчас скажу такую секретную информацию о том что вчера например я говорила у меня была запись с березой и мы с ним говорили о филатове я так понимаю что они там общаются да дружат и он мне еще раз подтвердил то что филатов скорее всего натянет за команду в три раза только на 400 и 400 он пусть сначала себе это уже себе даже вот так а потом поговорим с чего началась заруба сфилатовом американо пожалуйста американо да американо с молоком пожалуйста то есть американо американо с молоком да и бутылку воды просто дайте мне морщинской полуитровую воду все супер погнали мы с назаровым были на этом же макдрайве и мы протупили не то заказали потом нам все каждый высказался в комментариях о том что мы не правы а не заказали латте он сказал латте и латте с чем с каким там сиропом сироповая латте с яблочным я тоже так давай дальше дубинского или нет никто меня не знает вообще незнакомый незаметный человек маленький я теперь скриншот фейсбук скажешь дубинске у меня водитель работает а можно вопрос а что я сделала дубинскому почему он не заблокировал фейсбуке я тебя а не помню нет надо сказать я не понимаю почему я недавно я тебе скажу я часто листаю ленту у меня дохуя негатива в жизни именно имеется ввиду вот из-за того что ты постоянно будешь в состоянии борьбы я когда листаю ленту и там попадается какой-то там негатив негатив какой-то пиздунец а есть такого негатив только гулять вы все сдохните тулари ёбаны вот что такое прочитал у тебя двумя не нахуй след так придется теперь разблокировать но ты не пишет может быть весело ну что веселого в нашей стране я хочу веселого и стране надо хорошо не совсем так депрессировать она и так хватает проблем наша когда это проблема типа проблема ради проблема но как ты очень хорошо но мне не нравится я потому стараюсь таких людей вообще я убрать из вылезка не надо мне угощать ну члене вечеринку ну хорошая телефоном драсьте вы его узнаете и хорошо хорошо народный депутат украины между прочим водителем у меня работает все что никто не узнаем девушку за юг вот понятно не интересует чехолить на донке до 4 часа в день это обидно обидно просто девушка а вы и узнаете это известный блогер вы шоу я водитель мунируем его блогерством тоже не интересуетесь не блогерством тоже не интересует правильно я не такой вот тогда у вас ведь у вас нет проблемы только радость и счастье спасибо вам сейчас было похоже на сандэ 2g что я стараюсь спасибо спасибо я теперь буду всем говорить что дубинский меня зарядил позитив и теперь будет добро только позитивные что-то сахар уберите пожалуйста сахар вытащите пожалуйста благодарю вас и воду мне там можно это было я извиняюсь алла аллах мы разобрались спасибо да хорошо все можно наверно нормальная машинка или вообще смешно сумку вожу поэтому на 200 каш больше не душа почему уже большая от кубик небольшой я брала на тест-драйв кубики да вообще если честно нихуя судя денег на тест-драйв когда я там хотела вот свежий на это будет 150 150 я хотела взять его на тест-драйв и купить не должен есть уж на кубик это вообще вот и мы машина очень сложно а ты не продаешь кубик потом сказала бишь знаешь народный депутат сольвер знаешь такого был вопа тоже баллотировался по-моему по девяносто третьем округе визита первым я супер выебан олегом дунду и моим однопратицем за да 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 которая ничего не делает я шума обращалась что он что-то местность олег все делаются нормально то есть если что можно быть через себя договориться а знаешь чем там проблема там въезд на одно из теремков закрывают этим закрывают дорогу полностью и людям не так будет выезжать только через одесскую трассу и сейчас очень очень большие терки по этому поводу а закрывает из какой-то постройки а в смысле дунда причем народный депутат обращение написали молча каунжу может там все ли направо твоя направо например да написал это обращение вот у кита пидорасы строят строк или раз это местные власти выделили участок проголосовали дали его под застройку строительная архитектурная инспекция два разрешения началась стройка что может сделать народа написать прокуратуру проверить и законность выделения земли проверьте и законность вытащится на строительство ему отвечают вот законно-законно что он может дальше ну в смысле а для чего это народный депутат функция контроля вот это для этого и нужно посмотрю дальше он может идти в гдбр возбуждать головные дела изучать документы требуют основные сразились мы блялись там все законно давай о функциях контроля саша дубинский как развлекается развлекательная связь по ночам по ночам ночных клубах тусуются да ладно а то что сейчас полностью разрушен миф а вот это вот это не законопроект правильно это же официально запрещено сейчас мы сходить ночные клубы ничего не работает а слуги народа во главе с архамия правильно что то что был гуляют по ночам в одессе или еще где-то но хорошо то не было а функция контроля если те кто должны контролировать и кто эти законы пишут они не только со штрафами за дорожно-транспортное нарушение на нарушение правил дорожного движения ты если нарушаешь ты платишь штраф правильно значит я еще не нарушал ну смотри вот и нарушил ты заплатишь штраф все честно вот ты нарушил это рахами надо чтобы напиши заявление в полицию на него аж без маски сушлялся вообще не кстати сейчас без масок я думаю что сейчас еще у нас стоит полтора метра есть правда же охуеть огромная машина да и смотрю на меня каждый я понимаешь каждый выпуск у меня какой-то народный депутат какой-то известный блогер удачно выйти замуж я вообще-то как бы замужем очень злой на саша дубинского сейчас потому что в магазине канале сидит ребенок маленький канал и а куда мне делать сказал она полчасика отъеду канале 1 на этом рыбецком переулке софиевская площадь в русский перевод нихуя себе модно как я таки мы снах нету варим это так 50 процентов скидка не давать по промокоду до воли да все тогда ждем потому что это как-то босоножки гуччи это не то надо уже чем босоножки сандалли 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 хорошо я смотрю вас как с депутатами а давайте так я украинскую мову я не влада я блогер ты хиба з украиномовного региона кстати владимировна и ляшко что ты скажешь мой бывший шаг юля владимировна плюс ляшко равно ренат ахмета поэтому там далеко ходить не надо заметь как они проголосовали за зеленый а саша дубинский плюс команда ревно городатая бабушка нет вообще никакого отношения не имеет бабушка то есть мы сейчас можем заявить что александр дубинский не имеет никакого отношения к спиду поломойского то есть если вдруг кто-то мне будет доказывать я могу аргументировать а если это будет коломой оля саша со мной связаны нет я боюсь я считаю тоже да но уважаю есть какие-то олигархи которые ты еще уважаешь если мы с тобой утрируем ситуацию любой олигарх это человек который достиг своего могущества и богатства применяя законные или незаконные методы достиг то есть очень многие люди хотели бы оказаться на их месте но не у всех хватило там яиц воли умение способностей и так далее то есть как бизнесменов можно уважать всех как людей я к ним как людям не отношусь манипулировать не манипулируют зарабатывать я отношусь к олигарху как функции главная цель которого зарабатывание денег они по сути дела это те же самые азартные игроки но ты такой олигарх но там условно если миллиард 9 миллиардов дохуя хватит на всю жизнь там детям внукам правда всем хватит на приложение вложение вообще на всю жизнь всем люди продолжают зарабатывать бороться скидопредприятия захватывает заводы влазить новый проект уже вопрос не ей на них вопрос не денег они играют в игру в которой казино когда выбрасывать при призовую фишку это там вот успешный проект бабки строчка forbes они играют иначе была деть смотри же зеленский проектом коломойского успешно и вот эту хуйню когда слышу меня это все удивляет почему жаря без него что приватбанк вернули что какие-то приватбанк вернули что какие-то приватбанк открылышко нет если ты чей-то проект никогда не будешь ни подчего крылышко потому что у тебя есть куча компромата на тебя есть куча вопросов у тебя есть куча всего можно оставить тебя выполнять определенные указы из какого не вижу такой возможности в отношениях из какого крыла команды мне кажется что мы только что нарушили правило так вот из какого крыла зеленой команды саша дубинский ну да есть сарося то есть даже вот и дальше от вопроса все отпали шанель выпали из бардачка этим стало стыдно что назвал их подделочными они в очередной раз выпали что я посмотрел и убедился же они настоящие стыда хуича денег кстати как блогеру срабатывается на очки а я не блогер а я на правах рекламы у меня своё пиар агентство и мы занимаемся продвижением политики и ты мне очень много раз хорошо подосрал моих политиков которыми они скажу ну в смысле своим вот этим вот хороша мы своими не раз и не два и не три дела святое да кто лишь катода разоблачил можно нет по поводу вот это обстрела под подкилом точнее под и лаварском извините был не фейк это было право были мы правда снимали сушен я занять нет она не четырехлитровая нормально 2.7 хороший он дороже денег никто не знает что на 2.7 по-моему все уже знают да никто не 19 пробега между прочим новая тачка чаш 19 на 43 а это 3b они то там много пробега может продадим ее в прямом эфире я не могу заниматься коммерческой деятельностью по статусу народного депутата не имею право на корпоративчиков свободное от работы время как этот лидер партии волос мне кажется он мне никогда не нравится но когда вот голос и волос и я поняла что это она мне кажется мы просто катаемся да все мы заканчиваем с тобой внутри 40-й сумма же мне кажется у меня было интервью еще есть два-три вопроса мне кажется у меня было интервью меня 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 так кто у кого-то за у дубинского первого просто не разблокируешь фейсбуке хорошо и второй вопрос александр дубинский женат я девочка вашего свой разводе это хорошо да я к тому что можно девочкам рекомендовать не надо а чем у меня все хорошо порядочный человек значит по клубам по ночам не ходит и я хотел на него одевается дорого или недорого можно дороже но я одеваюсь интересно мы теперь так этот стиль надываем интересный стиль саша дубинского потом что еще хорош во всем во всем вовсе пиздец да абсолютно и как она все с личной жизнью все это может лишь до выяснишь ты муж не в канале с 8 месячным и схожи да это да и ненавидит сашу дубинского блин тойота 2 и 7 ну вот зачем вам не нужно это у меня для тех подарок значит я дарю дружавские подарки всем у тебя есть зеленый кубик да канал крт ты сначала на фирма перевозчик это не фирма пирм значит канал за мир это сепаратистская хуйня какая-то кто что и мир почему севератисты прописка он канал мир это сепаратистская хуйня зэ мир ну чушь он сепаратистский да не ну то что я критикую постоянно зеленского это сепаратизмом она считается нет критиков власти не считается еще я критикую порошенко я вообще всех ненавижу если честно а это зря женщине это не кричу я сам пишу как я считаю что делает весь а я разве не весело делаю мне подписчики говорят что я веселая хорошо посоветовали так правильно гадостничать задорно задорно чтобы не было весело кончитать улыбались банк а можно есть пара вопросов ой такие гадости там писали я гадости читать не буду хороша я только хорошая пара таких самых таких зависит ли александр дубинский от власти . бородатая бабушка платит саша за его талант я думаю что поломойский не платят когда саша перестанет видеть наши деньги я тоже не понимаю причину нет интересов пиздец б люди которые то выпишут вот тут я соглашусь почему александр критикует всех олигархов кроме коломойского потому что у александра авторский проект на телеканале один плюс а боится конечно нет зачем критиковать по сути телеканал акционерам которого является поломойске если у меня это уже не акционер на канала мне акционер который является но это уже не акционер я продал продал тому кто предложил больше денег 1 миллиона за четыре спорта декорации чтобы такое это по поводу того что кто там кого пиздит у меня доход за прошлый год 8 и 9 или 86 миллиона гривен нормально попасть можно народный депутат можно 3 4000 зарплат 1 зарабатываешь я вообще не зарабатывать лучше я буду знать и много вообще вроде бы я проводил мне не журналист мне можно на самом деле это был драйвер услуга драйвера то есть получать оплатить должна я сейчас вообще кошмар я вообще этого и боялась если честно меня предупреждали что такое будет нет ручек да